Всем привет! Сегодня будем готовить вот такого бычка на праздничный стол. Это у меня салат оливье. Не стала я, в общем, отвлекаться ни на что. Обычно оливье, ну, красивая подача. Я думаю, что красиво. Не знаю, понравится вам или нет. Так, следующий год быка. Ну и порадуем его таким вот бонусом для него. Возможно, Новый год нам принесет удачу. Ну, давайте готовить. Так, для начала первым слоем мы выкладываем картошечку. Так, я половину картошки выложу, половину оставлю. Так, работать буду руками. Пожалуйста, не надо ко мне придираться. Так, придаем форму бычка. Так, примерно. Вот так, чтобы хоть немножко было похоже. Так, картошку выложили. Значит, теперь слой моркови. Так, чтобы нам ничего не мешалось. Количество вам точно не скажу, потому что, ну, обычно, как на салат оливье. Делаю все примерно, все это на глаз. В общем, точно рассказать не смогу. Опять же, у кого какая тарелка, да, и поэтому у нас все зависит от этого. Теперь лучок. У меня этому луку достаточно. Сейчас еще немножечко. Так, на лук зеленый горошек. Вот горошек у меня не очень хорошего качества. Купил по акции, решил сэкономить. Такой он у меня весь какой-то подмятый какой-то, не знаю. В общем, лучше не экономить. Так, думаю, достаточно. Так, снизу все мы сейчас сюда положим. Так. Теперь положим огурчики. Хотел свежие огурчики, но решил все-таки соленые. Хотя у нас есть еще свеженькие в тепличке. Но соленые как-то они ближе к зиме. Все-таки с солеными, наверное, будет лучше. У нас же зимний вариант, новогодний. Так, теперь колбаса. Так, колбаски-то можно и побольше. Такая кучечка колбасная у нас получается. Так. Так, ну, думаю, достаточно. Теперь, значит, можно еще положить сверху картошечки. Так, немного, но чуть-чуть, чтобы увеличить количество. Так, теперь давайте подровняем еще разочек. Голова у нас должна быть здесь пошире, а книзу поуже. Ну, примерно так. Так, сейчас все это я покрою слоем майонеза. И, наверное, включусь. Не буду на камеру, потому что это долго. Ну, смысл показывать, каждый сам сможет. Так, майонезиком обмазан бычок. И теперь нужно посыпать его натертыми яйцами. Так, я отдельно натерла белок и желток. Ну, а посыпать уже как вашей душе угодно. Можно его сделать каким-то там полосатеньким. Не знаю, в пятнышках. Можно просто белым, можно желтым. В общем, смотрите сами, как вам больше нравится. Так. Я сейчас сделаю, как у меня рука ляжет. Так, наверное, выключусь. Не буду отвлекать лишнее время ваше занимать. В общем, вот таким образом мы выкладываем яйца. Можно сверху натереть, если вам так будет удобнее. Но мне вот удобнее заранее все подготовить, а потом уже заниматься сборкой. Так, ну, в принципе, порядки навела. И подготовила сразу нос, глаза, уши, рога. Так, не буду делать и сыра, или там чем-то еще отвлекаться. У нас оливье, значит, все как для оливье. Так, начинаем. Так, во-первых, уши. Так, уши. Так, глазки. Так, рога. Как хорошо, кривой огурчик попался мне прям. Оп. Теперь у нас есть такие рожки. Ну, и носик. Так, прижмем. Ну, вот такой бычок. Немножко у нас кулевенький, но очень замечательный. Так, ну, а на этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось, пальчик вверх. С наступающим Новым Годом! С наступающим Новым Годом!